Вы в курсе, что каждый четвертый рубль краевого бюджета направляется на образование? Это около 80 миллиардов рублей. В регионе акцент делается не только на комфортное пребывание детей в образовательных учреждениях, но и на безопасность. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе», я Инга Габеши. Итак, на Кубани открывают горячую линию для подростков. С таким предложением выступил Вениамин Кондратьев на заседании антитеррористической комиссии. Идея возникла на фоне трагедии, которая произошла в Керчи. Напомню, там студент колледжа расстрелял своих сокурсников и преподавателей. Чтобы подобное не произошло в крае, глава региона поручил сформировать межведомственную группу и разработать стратегию по борьбе с подростковым экстремизмом. По мнению губернатора, проблема требует комплексного решения. Учебные заведения Кубани находятся под надежной защитой. Школы и колледжи оборудованы по последнему слову техники, камеры видеонаблюдения, турникеты и металлические рамки. Все, чтобы обезопасить школьников и подростков. Сегодня мы решили проверить, сможет ли совершенно посторонний человек попасть на порог одного из техников Краснодара. Без пропуска студенческого в руках только паспорт. Вооружившись скрытой камерой, подходим к Краснодарскому политехническому техникуму. По периметру здания забор десятки камер видеонаблюдения. В объектив попадают все, кто заходит на территорию. На пропускном пункте нас встречает охрана. Легенда проста. Студенческий забыла дома. Из документов только паспорт. Дальше КПП не пропускают. Позже раскрыв все карты, точнее камеры, съемочная группа попадает в техникум. Охранник рассказывает нам, как на входе проверяет студентов. Осматривает даже содержимое сумок. Качественная система охраны – лишь одна из составляющих безопасности. Жестокий урок керченской трагедии показывает, что к проблеме защиты детей нужно подходить комплексно, начиная с ранних лет. Как понять, что у ребенка проблема в семье или он попал под влияние экстремистов? И что самое главное – как ему помочь? Об этом говорили на сегодня на заседании Краевой антитеррористической комиссии. Совещание началось с минуты молчания. В зале около 500 человек – руководители управления ФСБ, прокуратуры и полиции, педагогический состав учебных заведений Края, главы районов и профильных ведомств. Остаться равнодушным в вопросе воспитания детей нельзя. Учителя должны быть не только наставниками, но и друзьями, напоминает губернатор Вениамин Кондратьев. Если мы не берем свое общество, они создают себе свои общества. И неважно, это будет на улицах или в интернете. Там, где их понимают, там, где их чувствуют, где с ними разговаривают. Вместо того, чтобы как-то попытаться скорректировать, стать ему другом, почувствовать, в чем проблема его внутренняя, мы оставляем его самим собой. Коллеги, вы, в первую очередь, педагоги. Вот с 7 лет до 15, когда формирование идет чуть сильное, рядом, рядом, глаза в глаза с нашей молодежью. Сигнал, как бы мы ни говорили, конечно, от вас. Передайте о том, что есть такая семья, есть такой подросток, есть подобная проблема. Классное руководство – это сегодня основа. Только педагог будет знать, кто у него в классе, кто у него в группе. Какие способности, что нужно развивать, о чем нужно насторожиться. Кому позвонить и правильно рассказать о судьбе того или иного подростка. Обратиться в правоохранительные органы или достаточно побеседовать с родителями. Случаи показывают, что на сегодняшний день действительно где-то школа ограждает себя от общения не только с детьми, но и с родителями. Кубанские подростки должны иметь возможность быть услышанными и понятыми. Глава региона предложил вернуться к практике горячих линий, чтобы ребята могли рассказать о том, с чем не готовы поделиться даже с родителями и друзьями. По ту сторону трубки с молодым человеком будет разговаривать психолог. Возможно, один такой звонок спасет его от непоправимых ошибок. Может быть, вернутся к практике наших горячих линий. Они же в интернете сейчас ищут собеседника. А мальчишка, девчонка, который сам с собой пытается разговаривать или на самом деле в нем зарождается, это не того, что протест, мог позвонить. Позвонить и по этому телефону пообщаться не с тем, кто хочет им воспользоваться. Этим мальчишкой, девчонкой, а все-таки профессиональный психолог. А здесь штат психологов тогда создать. И посмотрим, как эксперимент. Даст ли он свои плоды. А мы эти сигналы уже, понятно, будем пытаться работать. И естественную информацию, если психолог квалифицирует, что случай может быть очень ростревожный, передавать уже в МВД. Один из серьезнейших вопросов – неконтролируемая информация в интернете. В сети для детей нет запретного. И где та самая грань между развлечением и опасностью? Мениамин Кондратьев уверен. Одними запретами делу не поможешь. Молодежь нужно заинтересовать. И показать, что есть не только виртуальный мир. Должна быть заместительная терапия. Вот того, что сегодня происходит реально, в том числе интернет, в среде по отношению к молодежи. Но мы должны замещаться чем-то. А тут не надо замещаться. Нужно просто вернуться к тому, чтобы было изначально в нашей юности что-то было плохое. Нет. Давайте идеологию вернем в школу. Да, корректную, ненавязчивую. А традиция, принципы жизни нашего народа. Жесткие меры, они имеют скоротечный эффект. Поэтому нужно не жестко запретить, а вытеснить. Вытеснить, но не просто, а создав альтернативу того, во что они опять поверят. И тогда они уже к нам, опять в наше общество вернутся, даже если где-то блуждают. Мы должны на всех этапах, если вдруг, все-таки, не дай бог, у кого-то есть план совершить подобное, поставить за словом. В основе педагогики три составляющие, говорит в своем докладе министр образования и науки края Елена Воробьева. Воспитание, разъяснительные работы и полезная занятость. Кубань – единственный регион, где еженедельно проводят уроки мужества. В школах также вели информационные пятиминутки. На них ученикам рассказывают о последних новостях края и страны. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Детям важно знать об истории родной Кубани. Меня глубоко потрясло из общения с одним из моих коллег, учителей. Такая тема, что очень много говорим, убеждаем, рассказываем. Но когда наши дети съездили на Малую Землю, они возвращались оттуда и практически два часа потрясенные молчали, потому что они, наконец, увидели и прикоснулись к тому, о чем мы так долго им рассказывали. Глава региона поручил своим заместителям создать межведомственную рабочую группу, задача которой – бороться с распространением идеологии экстремизма среди молодежи. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Алексей Комаров и Денис Перец. Кубань, 24, Краснодар. А вот спортивную идеологию распространять можно и нужно. Эксперимент по проведению тренировок в качестве третьего урока физкультуры для учеников на Кубани начался с сентября нынешнего года. Они проходят уже в 146 школах. В следующем году занятия по самбо ведут в 300 школах Кубани. О первых результатах в развитии данного вида единоборств говорили на встрече с главой региона Вениамином Кондратьевым. Губернатор Край отметил, что новая дисциплина в школьном расписании поможет не только вырастить чемпионов, но и научит молодежь оборонять себя в экстремальных ситуациях. Не важно, чтобы на самом деле самбо не просто появилось в школах, оно прижилось и оно стало тем, может быть, любимым видом спорта, которым будет заниматься кубанская молодежь. Молодежь и вкусы молодежи надо формировать, иначе они без нас сформируются. Под влиянием или интернета, или непонятно каких еще источников. Все враждебно настроено. Самбо это самоборона без оружия. И наша молодежь, она просто должна быть готова к самообороне. Вот мы выйдем на полный охват, полный охват школ, обязательным уроком самбо, всех школ краснадского края и создание единоборств, турниров, соревнований, именно той массовости, которой сегодня отчасти не хватает сегодня. Школьный спортзал – самое доступное место пешей доступности для того, чтобы заняться спортом. А самбо достаточно в финансовом плане доступный вид спорта для всех, для всех слоев населения. На уроках по самбо детям показывают, как правильно падать и освобождаться от захватов, а также рассказывают об истории этого вида спорта. Чтобы обучение было комфортным, уже сегодня в школы закупили специальный инвентарь для занятий этим единоборством. Также больше 150 учителей физкультуры прошли повышение квалификации. На эти цели из бюджета края выделили около 20 миллионов рублей. Эксперимент уроков по самбо уже показал хорошие результаты. Огромнейшей популярностью пользуется особенно у ребят этот вид спорта. И, конечно, как раз выполняя ваши поручения, на следующий год запланировано уже в 300 школах Краснодарского края третьим уроком физкультуры проводить занятия по самбо. Кроме того, запланированы деньги в размере именно 28 миллионов рублей на приобретение дополнительного инвентаря и оборудования и дополнительного переучивания учителей физической культуры. Как показал этот год, 146 школ и везде практически все объездил, сам лично, с коврами смотрел, как стелили, где-то подсказывали, помощники мои где-то показывали, как стелить. То есть нигде нареканий нет. В большинстве школ люди очень довольны, родители очень довольны, потому что дети уходят с улицы реально. Владимиру Ярченко губернатор края предложил курировать вопросы развития боевых искусств при Министерстве физической культуры и спорта. Проект «Самбо в школу» стал всероссийским. Этот вид спорта хотят внедрить во все общеобразовательные учреждения. На Кубани уже к 2021 году самбо в качестве третьего урока физкультуры планируют ввести во всех школах. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. А еще в Краснодарском крае должно появиться больше открытых площадок для занятий физкультурой. Муниципалитеты обязаны выделять свободные участки под спортивные объекты возле школ. С такой инициативой выступил глава региона Вениамин Кондратьев. От середины беговые упражнения до столба напротив. Руки за спину. Закрестом голени марш. До столба через дерево налево. Пока такой навигацией пользуются тренеры. О новом спорткомплексе здесь мечтают давно и уже распланировали, как удобно будет заниматься на оборудованных беговых дорожках. На территории 20-й школы расположились несколько полей для уроков физкультуры. Но как только пойдут дожди и градус спадет, всем придется отправиться в спортзалы. Там и масштабы для игр другие. Да и инвентарь с 1979 года просит ремонта. С тех пор реконструкции спортивных сооружений в школе не было. И, соответственно, два спортивных зала, которые у нас есть в школе, они не могут в полной мере обеспечить нам выполнение трехчасовой программы, которая сейчас требуется по федеральным государственным образовательным стандартам и внеурочную деятельность. Поэтому строительство того комплекса, оно, конечно, жизненно необходимо. Крытый спортивный комплекс с площадью 800 квадратных метров планируют возвести на территории, которая практически не востребована на школьном дворе. Место под будущую постройку показывают губернатору Краевеня, Мину Кондратьеву. Мэр Краевой столицы Евгений Провышев докладывает, спорткомплекс сможет работать сразу на две школы – 20-ю и соседнюю – 37-ю. Таким образом, руководство школ полностью закроет федеральную образовательную программу по физкультуре. О необходимости центра главе региона рассказывают и самые юные заказчики. Когда зима приходит, где занимаетесь физкультурой? В спортзале. А все помещаетесь в спортзале? Да. Все помещаетесь? Да. А когда уроки заканчиваются, чем занимаетесь? Мы приходим домой и учим уроки. А кто-нибудь в спортивной секции ходит или нет? Я. А куда вы ходите? В плавание. Так. А вот если рядом здесь, во дворе школы появится спортивный комплекс, в него будете ходить? Да. Тогда договорились. Я думаю, он появится. И директор школы ваша хочет, и глава города очень этого хочет. И Евгений Алексеевич Первышев. А вы тоже, значит, их поддерживаете? Да. Тогда договорились. Выиграют от строительства спорткомплекса не только школы, но и жители близлежащих многоэтажек. По проекту в будущем центре смогут круглогодично заниматься не только ученики образовательных учреждений, но и местные жители. Для них будут работать спортивные секции по разным направлениям. Что очень кстати, учитывая плотность застройки в Комсомольском микрорайоне, где находятся школы. Глава региона акцентирует внимание на том, что физкультурно-оздоровительных центров на Кубани должно становиться больше. Муниципалитеты обязаны выделять свободные участки под спорт-объекты возле школ. Важнее, чтобы мы все-таки дошли до тех детей, которые не имеют школы рядом. Спортивной площадки тоже нет. Поэтому давайте ищем максимальную возможность многофункциональной открытой спортивной площадки в городе. Конечно, по настроению. Соборолели мы эти все направления. Это обязательное требование. Создание здесь спортивного комплекса, малобюджетного, безусловно, не снимает ни в коем случае дефицит тех спортивных площадок, которые существуют сегодня в городе. Ни в коем случае не снимает. Поэтому темпы, наоборот, только набираем. Эта площадка станет первым в Краснодаре спортивным комплексом на территории школы для полноценных занятий физкультурой. В будущем к ней присоединятся 84-я школа и 4-й лицей. При этом во всех образовательных учреждениях продолжат работать стадионы и тренировочные площадки. Любовь к спортивному образу жизни будут прививать со школьной скамьи. Инна Чайко, Денис Москаленко, Денис Перец и Денис Горбунов. Кубань, 24. Краснодар. Наука и творчество – это также приоритетные проекты в Краснодарском крае. 500 кубанских школьников числятся в федеральной базе одаренных детей. Свои способности ребята демонстрируют на различных всероссийских олимпиадах, а дальнейшую профессиональную поддержку им оказывают в том числе в образовательном центре «Сириус». Заседание Попечительского совета в Олимпийской столице провел Владимир Путин. Вместе с губернатором Кубань Вениамином Кондратьевым, руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой, участниками совещания глава государства обсудил планы развития Эмеретинской долины. Там должен появиться инновационный кластер и лабораторий под руководством ученых с мировым именем. Будем стремиться к тому, чтобы создать условия для специалистов в самых различных областях, причем, конечно, по наиболее перспективным направлениям исследований, чтобы они здесь могли работать полноценно, и чтобы на этой почве одновременно с этим параллельно шла работа по подготовке кадров. И чтобы ребята из Сириуса и из будущего университета могли напрямую быть причастны к работе этих лабораторий. Кроме того, 1 декабря в Сириусе начнет работать новая школа. Там дети углубленно будут изучать физику, математику, информатику и биологию. Как отметил Вениамин Кондратьев, это усилит систему образования Кубани и привлечет новые инвестиции в регион. Каждый четвертый рубль краевого бюджета направляется на образование. В новом году средства пойдут на переоснащение школ региона. Согласно майским указам президента, к 2024 году система образования в России должна совершить серьезный скачок и войти в десятку ведущих в мире. В Краснодарском крае первый шаг уже сделан. Какой именно? Об этом следующий материал. Мультиварка, блендер, тостер, кастрюли, электрические плиты. У нас есть вытяжки, у нас есть даже электронные весы. Отличить этот школьный класс от современной кухни почти невозможно. Кабинет кулинарии, где девочек с 5 по 7 классу учат о зам приготовления блюд, оснащен по последнему слову бытовой техники. На практике здесь показывают, как делать блины или в каких пропорциях смешивать ингредиенты для настоящего кубанского борща. Светлана Бонарт сама не нарадуется такому оборудованию. На прежнем месте работы, до того, как перешла в 66-ю школу Краснодара, условия позволяли разве что по рисункам рассказывать, как надо готовить. После того, как мы приготовим блюдо, девочки накрывают сами красиво стол, садятся за стол, все это дегустируют и иногда даже приглашаем в гости мальчиков. В 66-й Краснодарской школе готовятся ко дню знаний. Волнуются все, ведь это первое в регионе настолько большое здание, которое за последние 10 лет построили, что называется, с нуля. Образовательное учреждение рассчитано на полторы тысячи мест, а классы и лаборатории больше напоминают кабинеты ученых. Оборудование удивляет даже губернатора. Настолько все по последнему слову техники. Под стать и сами учителя. Опытные, но прогрессивные преподаватели даже переезжают в Краснодар из других регионов. Последние 10 лет работала в Министерстве иностранных дел, в школу и учреждениях, и посчастливилась попасть в эту школу, чему, собственно, безмерно рад. И вот хочу еще похвастаться, вот, в некотором оборудовании, если можно, вот, слева, да, настоящий пример, вот эта вещь, называется, спектрограф, где дети смогут понять, что такое спектральный анализ, изучить это в оболочии, ну, электронные микроскопы, естественно. Мы создаем форму, это школа, а вот содержание создают увлеченные и профессиональные учителя. Я хочу позавидовать тем ребятам, которые будут учиться у вас в этом классе, потому что они будут такой учить. Вы живете в своей профессии, вы гордитесь тем, что у вас сегодня есть, и какая у вас есть возможность для того, чтобы научить ваших учеников лучшему. 62 кабинета, которые оборудованы компьютерами, лингофонами, мультимедийными проекторами, швейными машинками и даже роботами. В таких условиях остается только учиться. Философия современной школы – это помощь ребенку в самоопределении. Ученику дают возможность на практике попробовать различные направления, чтобы он смог понять, кем хочет стать в дальнейшем. Вениамин Кондратьев даже немного позавидовал нынешним школьникам. Когда спрашивают, что бы ты хотел поменять в твоем жизни на пути, и все говорят, нет, ничего, вот я считаю, что все очень удалось. Сейчас можно смело говорить, что школьные годы можно поменять на такую школу точно, где настолько все интересно, настолько все помогает, на самом деле, развить в себе различные грани, которые даже мальчишка или девчонка, которые придут в школу и даже не подозревают, что у них есть такие таланты. Потому что в каждом кабинете какое-то открытие, в каждом. И каждый из них сможет себя по-новому открыть. Подобные школы – это ориентир для всей системы образования в регионе. Только в Краснодаре в этом году двери откроют две новые школы. Но останавливаться на этом на Кубани не собираются, поделился дальнейшими планами Вениамин Кондратьев на заседании Краевого педагогического совета. Мы реально понимаем, что преподавать или обучать в школах, где туалеты есть еще на улице, там, где спортзалы отсутствуют, так скажи, никто не поверит, что сегодня это есть в школах. Но преподавать нужно. И будущее, друзья, тоже растить нужно. Сегодня около 6 миллиардов рублей в совокупности мы запланировали на строительство школ в Крае. 6 миллиардов, около 10 школ в этом году мы еще построим. Это беспрецедентные и цифры в плане финансового выражения. Конечно, объем строительства школ. Потому что я не раз говорил, что на самом деле на будущем мы экономить не будем. Тем более, что число учеников растет. Только за последние полгода в Краснодарский край переехали около 60 тысяч человек. Увеличивается нагрузка и на педагогов. Ведь на Кубани развивают и систему внеурочных занятий. Поэтому статьи бюджетных расходов на образование одни из самых крупных. Так будет и в дальнейшем, заверил губернатор. Ваши социально-бытовые условия, они меня тоже волнуют. Я это реально понимаю. Это тоже сегодня основная задача, на которой мы должны работать. Образовательный процесс, совокупность и учеников, и учителей. И там, и там. Должно быть комфортно. Каждый четвертый рубль бюджета направляется на образование. Около 80 миллиардов рублей. В совокупности нам сегодня обходится образование в Краснодарском крае. Если сравнить с пятилетней давностью суммой, это 12-й год, она была более чем на 20 миллиардов меньше финансирования этой программы. Поэтому вот наша общая задача, вот эти цифры приумножать. Проводя совещание в современной новой школе, не стоит забывать о старых, обратил внимание глава региона. Особенно о тех образовательных учреждениях, которые работают на селе. Материальная база там оставляет желать лучшего. Поэтому Вениамин Кондратьев сделал своему заместителю по экономическим вопросам предложение, от которого тот не смог отказаться. Да и в принципе, на социалке Игорь Галась уже привык не экономить. Для нас-то все детки одинаковые. Что они в краевой школе будут учиться. Или там в станичной. Или в хуторской даже. Игорь Петрович, вы грустно сидите уже. Я, знаете, о чем подумал. Давайте все-таки программа переоснащения школ. Потому что, еще раз подчеркиваю, прибавим в те инвестиции, в которые завтра обернутся огромный прибав. Мы вас только поддерживаем. Сколько, давайте, примерно посмотрим. Нужно, ну не меньше 500 миллионов, как минимум, на то, чтобы хотя бы начать. Вот давайте 500 миллионов предусмотрите. А дальше в этом, в следующем году. В следующем году на переоснащение в целом школ в нашем крае. Согласно майским указам президента, система образования в России к 2024 году должна совершить серьезный скачок и войти в десятку ведущих в мире. В Краснодарском крае первый шаг уже сделан. В регионе началось масштабное строительство школ, обновляется техническое оснащение и разрабатывается система поощрений для молодых учителей. Александр Иванченко, Инна Чайко, Денис Перец, Алексей Комаров. Кубань, 24, Краснодар. Свидетельством того, что программа по развитию отрасли образования реализуется, стало и строительство новой школы в хуторе Ленина в Краснодаре. Школа на тысячу мест открылась в День знаний. Ваня Угаров пришел освоиться в новом классе, выбрать место поближе к доске. Это один из тех первоклассников, которым повезло стать учеником новой школы в хуторе Ленина. Всего здесь будут заниматься больше 1700 детей. Светлые большие классы, интерактивные оборудования. Здесь есть все, чтобы познавать мир. Старшее поколение, конечно, с ностальгией вспоминает старое здание школы. Но она была намного меньше. Своего спортзала там не было. Да и переходить из кабинета в кабинет приходилось через улицу. Как мама первоклассника, с огромным-огромным нетерпением, ждем открытия школы. И очень рады безумно такому вот торжественному мероприятию. Ванюша, тебе нравится такая школа? Большая, красивая? С удовольствием пойдешь в первый класс? Сейчас в школе наводят лоск перед первым сентября. Остались последние штрихи. Все это мелочи по сравнению с тем, какая работа здесь была проделана. Старое здание перестало справляться с нагрузкой. В хутор активно начали переезжать новые жители. Поэтому строительство современной школы стало приоритетной задачей властей. Чтобы ее решить, потребовалось 5 лет и почти миллиард рублей краевых средств. Сегодня преподаватели обживаются в новых классах, наполняют кабинеты тематическими макетами. Вот это новое здание, вот эта новая школа, вот такая красавица, такая огромная, с таким замечательным методическим и техническим наполнением. Ну вы знаете, ну это мечта. Это мечта вот как и для нас, учителей, так и для родителей, для детей, конечно, в первую очередь. Плоды без малого многолетнего строительства сегодня показывают губернатору края Вениамину Кондратьеву. Преподаватели делятся переживаниями, а они с трепетом ждут 1 сентября. В этот день во всех школах Кубани пройдет урок мужества. На интерактивных досках уже подготовили материал для занятия. Детям расскажут о героическом прошлом и победе советской армии в Великой Отечественной войне. Губернатор отмечает, строительство школы тоже своего рода победа. Чтобы решить проблемы перенаселенности, школ на Кубани должно появляться как можно больше подобных учебных заведений. Очень долго мы ждали школу, ждали такие светлые классы, красивую мебель. Это ваша доска интерактивная? Да, это интерактивная доска, уже все готово к уроку мужества. Наши деды, наши прадеды воевали. Для нас это очень важно, и мы готовимся. Коллеги, знаете, вот для победы, она тоже не сразу далась. И вот этот урок мужества, который будет, явно будет говорить детям о том, что слишком много отданных жизней советского народа, но победа стала за нами. Вот и школы мы сегодня строим, и тоже не сразу, конечно, мы их построим. Но верить, как наши деды верили, что они победят, они даже не сомневались. И мы должны верить, что вот такие современные школы в скором будущем будут, конечно, во всей нашей Кубани. Учеников будут развивать не только духовно, но и физически. Теперь здесь есть все условия, чтобы ковать спортивные победы. Уроки физкультуры теперь будут проходить в трех спортивных залах. Просторное помещение для массовых игр – баскетбол, волейбол и гандбол. В гимназическом классе будет работать секция по самбо и другим единоборствам. Кроме того, особая изюминка школы – свой тренажерный зал. Преподаватели делятся, что часто будут здесь задерживаться после работы. У нас хорошие спортивные залы и очень такая насыщенная материально-спортивная база. У нас шикарный гимнастический зал, покрытие которого вы сами видите – татами. Такого, как у нас покрытие, совершенно мало. Насколько я знаю, наверное, всего 4-5 школ имеют такое покрытие, как у нас. Школы с такой начинкой не должны быть исключением, акцентирует Вениамин Кондратьев. В Краевой столице об этом не забывают ни на секунду. Уж очень остро стоит проблема перенаселения учебных заведений. Глава Краснодара отчитывается – планку снижать не собираются. Темпы строительства планируют только увеличивать. Это у нас начало такой большой работы, слаженной работы. Мы посмотрели в губернском школу 1500 мест, отличная школа. Сейчас в Кутре Ленина. И вот следующий год – это тоже год прорыва будет. Задачу вашу будем выполнять. Потому что у нас Героев Аверкиева 1500 мест, Байбакова 1500 мест. Дальше переходим на западный обход. Две школы по 1100 мест. Две пристройки – это 23-я гимназия. Даже не пристройка, это современнейший корпус у нас появится. Это сербская и 81-я. Это такой огромный старт, потому что, конечно же, потребность огромная в школах в городе Краснодаре. Но тот старт, тот задел, который мы сейчас взяли, позволяет говорить с уверенностью, что планы, которые мы поставили, выгна перед нами поставили, они будут выполнены. 5800 мест в следующем году мы вводим. Ильич, я абсолютно здесь поддерживаю все ваши сегодня действия. Еще один предмет для гордости в 61-й школе – это два класса технологии. На уроках труда мальчики больше не работают лобзиками. В их распоряжении целый парк разнообразных станков для обработки дерева и металла. В кабинете установлен токарно-винторезный станок, на котором можно обрабатывать металл, изготавливать цилиндрические детали, нарезать резьбу, снимать фаски. Кабинет труда больше напоминает лабораторию. Там, где скоро будут лететь опилки и стружки, установлены специальные вытяжки. Кабинет по стерильности теперь будет уступать разве что медицинскому кабинету. У каждого ученика отдельное место со всем необходимым оборудованием. Вениамин Кондратьев уверен, в таких условиях легко приучить ребенка к ручному труду. Рабочая профессия – это вечная. Просто мы сегодня ее недослуженно забываем. Не понимая, что она фундамент-фундамент всей нашей жизни. Основа рабочей специальности, рабочей профессии будет заложена в школе. И возможность у вас для этого сегодня есть. Губернатору показывают и актовый зал. Здесь будут проходить все массовые праздники. Директор школы делится задумкой. К сцене ведут несколько ступеней. Это сделано специально, чтобы мог выступить большой хор детей. Мы говорим о гармоничной личности, что она должна быть. Но мы должны в первую очередь давать себе отчет и понимать, что мы ее должны создавать. Наши сегодня и детки, которые должны стать достойными гражданами и нашей страны, и жителями нашего края. Вот здесь те как раз условия, о которых еще вчера мы могли только мечтать. Такой актовый зал. Это дворец культуры раньше был. К сохранению культуры и традиции здесь подходят с особым трепетом. В этом году школа, еще будучи в старом здании, стала победителем всероссийского конкурса смотра на лучшие казачьи классы. Почти 30 классов казачьей направленности будет организовано и в этом году. Это уже вторая школа в Краснодаре, которая открылась на этой неделе. В целом же на Кубани в этом и следующем году на строительство школ и детских садов направят почти 6 миллиардов рублей. Регион планирует участвовать и в федеральных программах, поэтому сумма может увеличиться. В 2018-м 10 новых школ примут учеников. В 2019-м запланирована реконструкция и строительство еще 9-ти. Такими темпами в регионе планируют полностью уйти от второй смены обучения. Инна Чайко, Денис Перец и Денис Москаленко, Кубань, 24, Краснодар. На сегодня все. Будьте в курсе всех событий нашего города и края. В студии была Инга Габешия. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин